До начала занятий еще несколько дней, а в третьей Ганцевицкой школе полный аншлаг. Некоторые сотни педагогов из Усягора региона собрались тут, как вкладывать дорожную карту на ближайший учебный сезон. Пока одни удельничают в работе тематичных секций, другие демонстрируют практичную частку адукационного процесса. В городском парке великая выстава спортивных, творческих и инновационных досягнений установки адукации Брестской области. Конечно, сегодня мы стремились показать то лучшее, что есть в нашем регионе, потому что это на самом деле большая честь представлять на уровне района всю область. Чего тут только нема. Разностайные в учебной бизнес-компании, народная творчесть, ковальская справа, швейники, цирульники, ткацтво и показы мод, выстава сельгазтехники, роботов и агитация за здоровый ладжиття. Августовский педсовет, с него начинается весь учебный год. И сегодня, конечно, для того, чтобы после лета, когда вышли из отпуска учителя и выходят из отпуска, с каникул ученики, хочется показать то, чем сегодня богато образование Брестской области. Вы сегодня по выставке видите, что действительно есть что показать, есть что продемонстрировать. И очень понравилось, с каким настроением жители города Гансовичи встречают гостей. Уже подвела итоги, говорю, наверное, вышел весь город сюда и показывают талантливых детей, показывают все, что умеют учителя системы среднего профессионального образования. Молодцы. И все же, главная частка областной Жневинской конференции – пленарная. Ее работу узначалили наместник министра адукации Раиса Сидоренко и старшиня Брестского Абл-Ваканкама Анатоль Лис. Особливую увагу, керавник в области звернул на необходность выявления резерва у повышения заработной платы педагогов. По этому показчику регион покулят стае от широкого других областей. Подтягнуть в новом научном году треба и узровень олимпиадного руха. Из года в год успехи показывают одни и те же регионы, и школы, и другие учебные заведения. Это Брест, Барановичи, Моневский район. Крайне неэффективно в этом направлении работают педагогические коллективы учреждений общего среднего образования Барановичского, Брестского, Ивацевичского, Ляховичского, Пружанского, Пинских районов. Не думаю, что там нет талантливых учеников и педагогов. Больше уваги по меркованию наместника министра адукации Раисы Сидоренко сегодня треба надавать здоровье сбережению детей. Критически высоким, на наш взгляд, остается показатель по количеству дней, пропущенных один ребенком по болезни. Это 7,5 дней. По республике это показатель 5 дней. Шмат было сказано про умоцевание материально-техничной базы установок адукации, необходности модернизации ресурсных центров. Огучены проблемы, над якими селета належит спрацовать с педагогом. Позначены головные задачи и накерунки. Прежде всего, это повышение качества образования, общего среднего образования. Сегодня Брестская область должна предпринять все необходимые меры, чтобы стать лидером по этим показателям в республике Беларусь. И для этого у нас есть все. И кадровый потенциал, и техническая оснащенность наших учреждений образования. Осталось за малым добиться хороших конкретных результатов. Кроме всего, мы поставили задачу безусловного соблюдения условий безопасности, безопасного пребывания детей в наших учреждениях образования. По традиции, Жнибинская нарада завершилась ушанованием самых поспеховых по выниках працы педагогов региона. Лепшие из лепших отримали грамоты и подзяки облваконками областного совета депутатов. А так само нагрудный знак – выдатник адукации. Алена Ракути, Алиса Григорчук, Миколай Руцкий, телерадиокомпания «Брест».